привет друзья вы снова с нами на канале есть как есть все жалуются что здесь в турции нет селедки но здесь можно здесь полным полно альтернативы и можно можно какую-нибудь рыбу сделать но вот например мы сейчас в рыбном отделе в магазине 3 миг раз и хотим купить вот такую рыбку и я его буду солить и покажу вам какая она получается вкусно она или нет вам покажем вот такая рыба 84 лиры она стоит килограмм и вот так вот выглядит думаю что все у нас получится и все будет классно так что смотрите вы посолить будем пробовать нам нужно будет теплая вода не кипяток но тепленькая немножко подогреем для насола рыбы мне понадобится сама рыба у нас ее получается сейчас я посмотрю 752 грамма 63 лиры стоит это чуть больше 3 евро в общем 3 евро вся рыба обошлась нам ее почистили убрали головы готовый продукт осталось только покрошить потом еще буду использовать лук лаврушку черный перец лимон это все моего дополнения все что я хочу сделать вообще у нас есть мы с эстонии привезли вот такую вот приправу это уже готовая приправа для кильки здесь есть все там кардамон мускатный орех гвоздика но в принципе сейчас лена зачитает что там есть но можно все это по отдельности забросить просто так проще мы эти пакетики купили с собой используем их можно просто использовать этот пакет будет тоже очень вкусно но я добавлю лимон лук и лаврушечку которую мы собрали здесь сами с дерева вкуснейшие и перца люблю побольше чем здесь так что добавлю еще черный перец лена сейчас прочитает состав чтобы вы знали что можно кроме вот этого еще добавить в эту рыбу черный перец 32 процента мускатный орех кориандр имбирь гвоздика кардамон корица и розмарин еще забыл что я буду добавлять еще соль а я хочу сказать что вот эта приправа мы уже пробовали с ней солить хамси получилось замечательно как балтийская килечка просто хамси она более нежная и она конечно такая ну скажем с ней надо очень осторожно но по вкусу я бы сказала что хамси даже вкуснее с этой приправой чем килька ну то есть в общем короче приправа для кильки очень даже сгодилась если нет селедки то не стоит расстраиваться есть какая-нибудь альтернатива обязательно лук порежу полукольцами или каким не все равно произвольно как вам нравится так режьте вот я думаю с луком лука больше чем скорее всего я что-то наверное переборщил ну пусть так и будет сейчас я буду мутить маринад мутить мутить действительно мутить я прям сразу высыплю сюда этот маринад закину лаврушку и засыплю перца потому что я люблю много перца мне всегда недостаточно в этом маринаде перца ну вот так наверно будет хорошо осталось залить воды и порезать рыбу вода должна быть не кипяток но и не холодная такая гроза 50-60 в принципе достаточно иначе лук сразу сварится да и рыба тоже да и рыба тоже она должна свариться она должна все-таки промариноваться еще хочу туда выдавить лимон хотел добавить уксус следующий раз попробовал уксус но у нас уксус есть только яблочный потому что яблочным уксусом я все-таки спортчик так что пусть будет лимон и прям так оставлю там думаю что будет осталось порезать рыбу нас осталось ее достать из нескольких мешков до того как порезать мешков посуда потом четыре или пять мешков чтобы она не протекла рыбка красивая смотрите какая она прямо аж переливать раз переливается она вот так пахнет что ее можно съесть прям сырую такое ощущение но я ее лучше по рублю патаками но это рыба это что-то типа скумбрии или что это она похожа типа скумбрии но это не скумбрия но она так свежая рыба так пахнет что уже аппетитно и даже уже вот я уже хочу попробовать но я думаю что должно постоять но как минимум часа 45 лучше даже может быть до завтрашнего дня и тогда уже будем пробовать просто ложим ее сюда кладем а потом мы отварим картошечки да с селедочкой да будет эти пони ледочкой пробовать картошечку у нас даже есть водка хорошая водка нам приятен себя приходил борис в гости и принес бутылку водки она осталась у нас целая так что сейчас народ спросит это как так приходил в гости принес бутылку водки и она осталась целая сейчас я вам ее покажу я не вру целая бутылка водки вот так все осталось положить сюда рыбку все это перемешать я уже в предвкушении пахнет очень вкусно но осталось подождать только до завтрашнего дня а как же завтра завтрашнего дня это будет утром будет утро ну что мы отопчал картошечку значит вечер какая разница немножко перемотаем время вот получилось у нас что получилось будем ждать завтрашка вот так вот у нас все получилось вообще отлично хорошая кастрюлечка все это промаринуется сейчас мы это поставим в холодильник мне сейчас через час мы это поставим в холодильник потому что это все еще теплое завтра будем пробовать вместе с вами и будем говорить вкусно это получилось или не а порой тут в турции знаете как хочется килички бутербродик с киличкой вот этого так не хватает но мы выходим из положения мы солим хамси вот вчера вечером я сделал маринад так как делается маринад лена зачитывала вот немножко раньше ну в принципе вы можете легко сделать это пару пару гвоздик взять гвоздички сушеные немножко мускатного ореха черный перец и душистый перец и пару лаврушек листочков лаврушки соль и все и ваш маринад будет готов туда засыпаете хамси и получается вот такая вот красотища и все это очень элементарно чистится вот такая вот рыбка красивая но точно как салака получается она но более нежное мясо у нее более нежная вкусная чистится элементарно покажи ли он как она легко вот например мы купили уже чищеную без головы ну элементарно как салак как любая килька вынимается позвоночник получается обалдеть такая вот тушка а еще нам попались несколько вот таких рыбок побольше вот они точно как селедка вот эта рыба точно как селедка по вкусу так что у нас два в одном и салака вернее и килька и селедка так что вот не ленитесь тех кто хочет немножко ностальгии вот вы можете получить легко покупайте хамси засаливайте это очень быстро делается 10 минут у меня зашло пошло вечером засолить его тут ручкам все готовы мы уже кушали бутерброды так что так что не ленитесь делайте лена все-таки настояла показать эту пачечку но мы ее в начале ролика тоже показывали вот такую вот мы приправу привозим надеюсь всем видно это приправа для кильки специально для засолки кильки мы покупаем ее в эстонии но я думаю что эта фирма santa maria она подается не только в эстонии во многих странах и наверняка да во всех странах наверняка есть такие приправы для засолки кильки или какой-то рыбы так что используйте мы покупаем несколько пачек привозим с собой это все получается очень быстренько залил добавил соль и все вот а если нет такого то так как я сказал перец соль лаврушка единственное чего не хватает так это хорошего черного хлеба душистого этот хлеб который здесь он я не знаю на мой взгляд он не такой как нужно совершенно пластилином пахнет по моему может еще хлеб научишься пить оху было здорово такая рыбка у нас получилось и картошка которую мы не сварили но пожарили выглядит все очень аппетитно ну буду пробовать рыбку пахнет просто замечательно очень вкусно сейчас попробую какая на вкус очень вкусно получилось примерно как делают жучок заворачивают такой жучок из кумбрии делают из но это тоже что-то такое похоже вы что-то между получилось селедка из кумбрии но вот вкуснее чем селедка получается не знаю мне очень нравится так что мы сейчас будем кушать вы знаете здесь много таких продуктов нет магазинах как селедка килька салака но уже готовая я имею ввиду и здесь очень огромный выбор рыбы и рыбы похожие на селедку салаку хамси вот это вот вот эта рыба которая сейчас делал потом есть вообще очень очень похожая на селедку но она немножко поменьше очень вкусная рыба и иногда хочется вот картошечки с селедочкой все это очень делается легко и очень просто и вот этот лук даже который здесь есть он тоже тоже очень вкусный так что здесь вход идет все дешево и сердито как говорится получается вот так делайте не пожалеете тем кто будет так делать приятного аппетита и получается вот так пока ну ты же говоришь в это время еще чего-то с маслицем да вот с этой бы хамси все выключали у меня уже и кослицем